Здравствуйте! Это программа «Эсклюзив». Тысячи лет важнейшей составной частью мировоззрения древнетюркских кочевников Великой Степи была победа над мировым злом и осуществление справедливого управления над этим миром. С этой задачей наши предки вполне справлялись и во многом благодаря комплексной системе воспитания военноуправленческих кадров, способных побеждать не только в кратковременных боестолкновениях, но и эффективно управлять уже завоеванными территориями. Степная боевая система Тенгли-Курес берет свое начало на родине древних тюрков Алтаи. Именно оттуда к нам приехал наш гость. Знакомьтесь, инструктор высшей категории степной боевой системы Раян Куш. Именно он и привез философию и технику древней борьбы Тенгли-Курес из Хакайси. Раян Куш. Будучи потомком древнего воинского рода, первые основы боевого искусства предков Раян Куш получил от своего деда, который обучал его с самых ранних лет. Далее, в течение 13 лет Раян самостоятельно находил мастеров тайных тюркско-монгольских боевых практик по всей территории Великой Степи и оттачивал свое искусство под их руководство. Получив свои руки, накопленные годами бесценные знания и опыт тысячелетней степной воинской традиции, ныне Раян Куш ставит своей целью полное возрождение и всемирное развитие древней боевой системы среди всех тюркских народов, начиная с Казахстана. Раян, на самом деле я тоже очень долго думал, что не может быть у страны, такой огромной страны, как Казахстан, и у народа, чтобы у него не было собственного раздела боевого искусства. Потому что безобидный казах-курес я, в общем, не беру как за боевое искусство. Это некая такая спортивная борьба и все. Вообще, само отношение к единоборствам нужно немножко поменять в головах. Боевое единоборство, оно может быть только с оружием. Раньше без оружия вообще не было боев, это не имело смысла, это было бы глупо. Ну и, собственно, потому вот эта боевая система, тенгель-курес, она выстроена на фехтование. Да, принцип этой системы, именно ее база, фехтование. Да, у нас есть и работа без оружия, и с коротким клинком, и с подручными средствами. Но база перемещения, да, сама двигательная функция, она идет из фехтования. То есть у нас нет прыжковых перемещений, у нас вот конкретно боевые перемещения, которые работают как и на грязи, так и на льду, так и на обычной поверхности. Вы не упадете, не подскользнетесь. Этот принцип выработан нашими предками, и не только может быть и ими, потому что люди на протяжении своей истории, ну сколько было рукопашных, так скажем, схваток именно на оружие, и же было миллионы, и миллиарды этих схваток было в итоге. И получается это комбинированный опыт, потому что тюрки, как кочевники, они были везде и видели все. И отсюда логично, если предполагать, да, если человек интересуется боевыми искусствами, да, то он там посмотрел, тут посмотрел, там посмотрел, как владеют, да, и создал какое-то свое, и в итоге батыры создавали свои какие-то школы, объединяли школы, и получился определенный вид боевого искусства в течение времени, который вот сейчас имеет название «Тенгрикурес», но название, я вот всегда повторяю, это всего лишь название, его придумывают поэты, песенники, там хайджи, ну кто воспевает. А название просто, его может быть просто не быть, просто школа подготовки бойца. Ну, ведь это военное умение подразумевает в себе не только умение технику владения саблей, копьем, топором, секирой, там ножом, это луком, да, естественно, да, луком. Но и некое мировоззрение, некая философия тенгрианства, да, и, собственно, и искусство тюрков, начиная от Якутии, заканчивая, не знаю, причерноморскими степями. Ну, щекотливый вопрос, да, весьма вот. Могу сказать, что основное развитие данный вид боя в любом случае получило времена, когда тенгрианство было основной. Вот тенгрианство не является религией, поэтому слово «религия» и тут не подходит, да, так скажем, учение, вид жизни, мировоззрение больше подходит. Вообще тенгрианство – это, по сути, есть наука, которая, в отличие от классической науки, не отрицает существование Всевышнего Бога, ну, как вот называется. Создателя. Создателя, да. Но при этом все познается техническим умом с целью познать почерк Творца, как раньше говорили, суть Аяна, по крайней мере, как вот у Хакасов говорится. То есть понять, как Творец что-то создает, понять принцип и повторить. Вот была суть тенгрианства. Не просто чему-то поклоняться, да, а пытаться стать таким же, к чему ты пытаешься поклоняться. Хотя слово «поклоняться», оно тоже, оно просто стало попсовым словом, да, но оно не употреблялось, потому что тюрьке, в принципе, не было понятия поклоняться. То есть было понятие уважения, а не поклонения, как какого-то, какой-то арабской версии, так скажем, да, воспринимали себя как дети создателя, ну, и жили с этим пониманием. Ну, собственно, и легенда, одна из легенд гласит, что вот эту борьбу, ну, назовем ее современным, да, тенгри-курес, и дал своим детям бог неба, тенгри, для того, чтобы четко понимать, где заканчивается добро, где начинается зло, как это зло наказывать, и как утверждать или самоутверждать себя вот в этом мире. Да, да. Еще в основном по данной теме готовились, ну, каганы, ханы, баи, ну, то есть элита, да. Суть в том, это тоже уже доказано современными учеными, что двигательная активность напрямую зависит от мозговой деятельности, и наоборот, мозговая деятельность развивается, исходя из активной деятельности. На этом, в принципе, основана любая йога, да, делая определенные движения, ты, во-первых, оздоравливаешься и просветляешься, или что они там еще делают, ну, принцип тот, то есть они знают определенные двигательные моменты, функции, да, с помощью которых они могут развить и разум, и здоровье тела украдать, то есть этот эффект известен, и он изучен уже, да. По-моему, он активной психологией назывался в СССР в то время еще, когда людей с некоторыми болезнями лечили такими способами, как перебирание крупы какой-то, то есть он мелкую моторику задействовал, и у него начало что-то получаться. Так вот, в то время, чтобы, ну, это были времена давние, это вот мне рассказывали деды, то есть это до Чингисхана было, да, у нас же как сейчас, почему-то историю тюрков с Чингисхана считают, хотя это не так, потому что она была и до этого тысячелетия. Естественно, да. Я, кстати, в Хакасии был на раскопках некого еще хунского городища, то есть у хунов городища не было, кочевники, но это был прообраз современного металлургического завода, а это было только начало первого тысячелетия до нашей эры. Да, да, об этом отдельный разговор просто о технологиях, потому что, ну, допустим, возьмем тюркский меч, да, он тонкий, ну, был тонкий прямой, потом стал тонкий гнутый, это просто уже геометрия клинка, это другой вопрос, именно сама технология. Почему у европейцев мечи широкие и большие, а у тюрков узкие и маленькие? Это делается потому, не потому, что вот он любит тяжелый большой меч, нет, потому что тонкий меч, сделанный в те времена по технологии европейского сталеварения, он просто сломается, особенно на морозе. На морозе свойство клинка, оно вообще становится другим, если он неправильно сделан, он как стекло разбивается. Ну, даже дамасская сталь при морозе разбивается. Да, 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 даже дамасская, ну, а дамасская, она когда была сделана? Мы сейчас говорим о временах, до дамасской стали. И получается, отсюда вывод, что сам принцип металлургии был развит гораздо выше, даже чем в Японии, потому что тюркский клинок, он имеет много качеств, он, кроме того, что он очень крепкий, легкий, он еще и дешевый производств, потому что была открыта технология, некая стандартизация была открыта уже в то время, формы, кузни, все это было. Просто нам это преподносит почему-то по таким углом, что мы в шкурах бегали, да, тут друг друга дубинами какими-то били, у нас ничего не было. В любом, посмотрите фильме, показывают тюрка нечто страшное, скотящее на коне, единственное в принципе жизни, у него убийство. Но он скачет вот с этим клинком. Вот почему никто не обращает внимания. Попробуйте сделать меч сами, и вы поймете, чтобы сделать клинок, который не рушится, и при этом легкий, это даже в современное время, это весьма трудно, не говоря уже о тех временах. Это технологии. Тюрки были высокотехнологической расой, вообще нацией, или как правильно, нация, народ. Это высокотехнологичный народ, который целью своего существования оставил постоянное развитие в технологии, чтобы в конце концов просто выйти, грубо говоря, в космос, и там продолжить кочевье. Вот весь принцип было строения тюркского общества, это бесконечное развитие, а не какая-то стандартизация какой-то религии или каким-то другим учениям, которая тебя ограничивает и не дает развиваться. Кстати, я даю определенную книгу, уже век космических технологий, а ты обязан жить по каким-то законам, которые были придуманы в те времена. Люди, которые это придумали, даже не знали, что такое будет. Вот в чем проблема и современного общества, и современных тюрков, что потеряли суть своей жизни, именно потеряли смысл, зачем живут. Живут все для того, чтобы просто потреблять, а нужно жить, чтобы развиваться. Вот и есть самая разница именно мировоззрений. Ну, вернемся к вашей боевой системе. Ну, не к вашей, к нашей, да? Да, к нашей. К тюркской боевой системе, да. Ну, родина, естественно, как и всех тюрков, является Алтай. Дальше идет, ну, первое, скажем так, переселение народов. То есть народы из горного Алтая, из любого, да, потихоньку-потихоньку начинают осваивать степь. То есть осваивать огромные пространства, да, появляется всадничество, да, появляются новые горизонты, да, за которые хочется всегда заглянуть в свободную тюрку, получить некие знания, да, любые знания причем, в том числе и боевые. Появляются, естественно, некие воинские искусства, да, с помощью которых осваиваются эти огромные территории. Вот. Но и еще очень важно, мне кажется, появляются и, наверное, первые в истории человечества некие менеджерские, да, управленческие задачи, чтобы управлять огромной территорией, вы правильно сказали, не так густо заселенной, да, а очень мобильно перемещающейся по этому огромному пространству, не копаясь у себя в огороде, да, там, с тяпкой, с мотыгой. Вот. И для этого создается, наверное, новый раздел в воинском искусстве. Это такое, как бы, по-современному сказать, Академия Генштаба, да? И это тоже является одной из составляющих нашей боевой системы, системы, которую мы назвали, вы назвали Тенгель-Курес. Нет, разумеется, вот то, что вы говорите, военное устройство, да, управленческое военное устройство, тут очень много чего можно сказать. Это, может, кема быть отдельной передачи. Я вам могу сказать, вот эта иерархия, да, жесткая иерархия, но она была очень текучая. Я вот там, как вам сходу вот объяснить, я не знаю. Допустим, все знают, делилось на десятки, сотни, тысячи, это понятно. Но в составе одной десятки каждый воин был универсалом. Он был лучником, он был копейщиком, он был мечником, он был кавалерией, если надо, он был пехотой. Данная текучесть, выработанная войске, да, в Тюркском, позволяла побеждать любую европейскую армию, потому что они, ну как вот вам объяснить, вот они привыкли, что стоит коробка лучников, да, вот они стреляют, их можно кавалерия, допустим, да, законтрить. Вот эти копейщики, их можно там стрелами расстрелять. И вот генерал точно знает, что там у них лучники, там у них копейщики, там у них мечники, и вот у него все по полкам, вот европейское мышление, да, все по полкам разложено, все понятно. А тут непонятно, только что они в тебя с луков стреляли, сейчас они на тебя уже с копьями скачут еще, еще кавалерия это уже. Тут же они спешились, где-то взяли какое-то здание, тут же они мечники, тут же они лучники, и ты не можешь, а у них все разделено по полкам. Вот он скачет кавалерия, по идее, против него надо копья выставить, да, он выставляет копейщиков против кавалерии, а те начинают перед коробкой вот этих копейщиков заворачивать и арканы накидывать, ссылка их стреляет, то есть даже в бой не вступая могут колоссально урон уносить вражескому войску практически без потерь, потому что они даже не касаются противника, потому что к жизни относились очень с ответственностью. Не было такого, чтобы генерал послал тысячу просто на смерть, ну иначе его тоже казнят за такое, потому что иерархия была не такой, как сейчас, не было такого, так точно и пошел умирать, там надо было еще уговорить людей, там надо было за идею, чтобы люди шли, а не просто из страха, вот в чем суть. А насчет менеджмента могу сказать, что все завоеванные народы тюрками, они все развились, все народы, которые были завоеванными, они бы не были такими развитыми сейчас, если бы не Орда. То есть отсюда вывод, нас преподносит, что мы просто брали какую-то территорию, и вот, как говорят, 300 лет где-то иго было, и мы 300 лет просто убивали, унижали, чего только не делали, и раз, эта страна развивается. А как так может быть? Отсюда получается вывод, что просто приходили тюрки и ту элиту, которая огромные поборы брала со своего народа, да, просто неграмотно управляла, как это часто бывает даже в наше время, они просто эту элиту убирали, либо под контроль свой брали, и наводили свой менеджмент, торговые пути, управление, технологии какие-то давали, и данное государство развивалось. Это тоже часть боевого искусства, основой которого является вот это фехтование, все каганы, баи, так скажем, купцы, да, они все занимались подобными вещами, и тем самым их мозговая активность была гораздо выше, потому что он имеет навык вот из-за фехтования. Что дает фехтование вообще боевое искусство? Ты имеешь навык принимать нужные решения очень быстро, потому что в бою думать не получится, собрать там консилиум, что-то обсудить, как отбить этот удар, давайте соберемся, обсудим. Так же не бывает, надо моментально действовать. Так вот этот навык, если вы используете в политике, в политической жизни и вообще в менеджменте, то вас это делает менеджером на голову выше тех менеджеров, которые этим не владеют. Ну, а на самом деле, когда я занимался фехтованием в юности, еще при Советском Союзе, провели некое тестирование в сборных командах Советского Союза. Так вот фехтовальщики заняли первое место по интеллекту, по образованности, по скорости принятия решения, по разумности, в конце концов. Потому что клинок не прощает ошибок. Если вы в рукопашном поединке, можно какие-то ошибки нанести, можно где-то даже в блок принять. Вот возьмите единоборство стандартное, такое понятие, как защититься блоком, как блок взять, тайский бокс, то это у них нормальное явление. То если вас бьют топором, либо какой-то даже палкой, то блок уже не подходит. То есть, получается, эту ошибку нужно убирать. А это рефлекторного человека, да, когда человек не знает, что происходит, он закрывается. А тут этого делать нельзя. То есть, делай все, что угодно, но не закрывайся, иначе тебя просто зарежут. И тут то же самое в политике. Как бы ни было страшно, какой бы ни был, так скажем, капец, ты не должен отходить от дела бояться, закрываться. Иначе ты только проиграешь. Иди тогда ва-банк тогда уж. Вот отсюда и вся суть политики тюрков. Она грамотная, гармоничная, но, с другой стороны, она крайне рискованная, потому что порой... На грани. На грани, да. А это и есть жизнь человека. Человек всегда живет на грани. Просто мы, живя в мегаполисах, думаем, что мы живем в безопасности. Создали иллюзию себе. Но, как показывает практика, когда в город приходит война, то эта иллюзия сразу кончается. Человек сразу понимает, что надо было тогда когда-то заниматься чем-то и получать навыки. Когда вот это все кончится... У меня просто есть люди такие знакомые, которые были в городах, в которых велись боевые действия. И тогда, говорит, только тогда понимаешь, как бы хорошо было много чего знать, чего я сейчас не знаю. И сейчас некоторые люди здесь учатся. У меня вот занимались. Ну, как бы поздно. После того, как с ними что-то произошло. Очень было бы хорошо. Не дай бог, конечно, с вами такое произойдет. Но если произойдет, то лучше бы, чтобы вы имели хоть какую-то подготовку. Хотя бы уйти из этого города, да, с семьей. Так скажем. И все. Ну, в общем-то, город как будто и защищать же надо. Ну, можно и защищать его, да. И это же тоже искусство. Правильно там все каналы, подходы вырыть между домами, проходы. Ну, вот как раз об этом и тоже говорится в вашем искусстве, в вашем варианте искусства, боевой системы. Тенгель Курит. Большое спасибо, Райан. К сожалению, формат нашей передачи всего лишь 20 минут. Поэтому мы с вами обязательно пообщаемся еще. Вот. И я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Ну, все. Спасибо вам тоже за проявленный интерес. Своим интересом вы развиваете Тенгель Курес, систему наших предков. Так что все довольны. И мы, и все. Это была программа «Эксклюзив». У нас в гостях был Райан Куш. Человек, который попытался воссоздать древне-тюркское боевое искусство. И честно говорю, ему это удалось. Спасибо большое. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин